Итак, мы продолжаем с вами тему абстрактных вычислителей и напомню, что на прошлой лекции мы с вами установили следующие факты. Давайте их зафиксируем. У нас есть машина Тьюринга. Это абстрактное вычислительное устройство, у которого есть двусторонняя бесконечная лента и головка, а также управляющее устройство в форме конечного автомата. Вот это управляющее устройство, оно, соответственно, управляет этой головкой. Функция переходов соответствует тому, что мы смотрим по символу на ленте, какое он состояние, и переходим в новое состояние, заменяем символ на ленте и сдвигаемся по ленте влево-вправо, либо можно остаться на месте. На самом деле, как вы узнаете из новой серии домашних заданий, чтобы сегодня оставаться на месте разрешать не обязательно, то есть это такой синтаксический сахар, можно запретить оставаться на месте. Это неугомонная машина Тьюринга, который с ним бегает куда-то. И это ничего не меняет. Так, соответственно, дальше мы с машиной Тьюринга пошли в две стороны. Во-первых, мы стали ее усложнять, добавили ей многодорожечное, но многодорожечная машина Тьюринга – это такой временный артефакт, то есть она ничего особого не делает, она в основном предназначена как вспомогательный инструмент для того, чтобы работать с многоленточной машиной Тьюринга, и наоборот, чтобы урезать немножко вот масть Машина Тьюринга. И дальше многоленточная машина Тьюринга. И мы обсудили с вами, так немного поразмахивая руками, конечно, что многоленточная машина Тьюринга, она эквивалентна обычной Машине Тьюринга, это мы довольно нормально доказали, то есть мы прям формально полностью не расписывали, но мы довольно детально описали процесс, как на одноленточной машине просимулировать многоленточную, и тут особой проблемы нет. А также мы сказали, что на многоленточной Машине Тьюринга можно просимулировать обычный компьютер, в смысле мы не имели в виду обычный компьютер. Это утверждение называется «Тезис Тьюринга-Чорча». И он утверждает, что язык L разрешим, ну или перечислим, тогда и только тогда, когда L разрешим или, соответственно, перечислим на машине Тьюринга. Ну и давайте здесь напишем «На компьютере». Что такое компьютер, мы формально не специфицируем, соответственно, в этом смысле это «Тезис», а не «Терема». И в другую сторону немножко мы сделали шаг от Машин Тьюринга. Мы, наоборот, урезали немножко возможности Машин Тьюринга, сказав, что у нее не двусторонняя бесконечная лента, а односторонняя бесконечная лента, а также нам дополнительную фишку сделали, что Машин Тьюринга не пишет на ленту пробел. Но это, второе, это чистотехническое замечание, просто когда мы описываем, мгновенно делаем описание Машин Тьюринга, то нам удобно знать, ну, мгновенно описание Машин Тьюринга можно задать строкой конечной длины. Это удобно было бы, чтобы оно было однозначно. Вот если мы можем писать на ленту пробелы, то там возникает вопрос, а сколько этих пробелов, с какой стороны там включить в это описание и так далее. И, в общем, между этими описаниями не очень удобно переходить. Оказывается, если взять ленту односторонней бесконечной, Машина Тьюринга с односторонней бесконечной лентой, и не описать пробел, не пишущая пробел, то тогда мгновенное описание Машин Тьюринга удобно задать как строку. То есть вот эта строка, у нас, если у нас есть наши односторонные бесконечной ленты, вот на ней написано строчка какая-то, соответственно, вот у нас головка указывает на символ, вот давайте то, что перед этим, мы назовем альфа, то, что после этого, включая символ, на который указывает головка Машин Тьюринга, назовем бета, и ее состояние текущее куб, тогда альфа решетка с индексом кубета, это строка, над алфавитом пи объединились ку, то есть вот элементы алфавита пи, ленточного алфавита нашего Машин Тьюринга, мы указываем просто как символы, элементы алфавита ку, ну вот номер 100 ку мы указываем вот так вот, чтобы отличать их от символов, как решетка с индексом номер состояния, да, вот строка над этим алфавитом, это становится тогда такое удобное, мы, наверное, описаем Машин Тьюринга, что это всегда строка у нее, и удобно, что у нее не происходит теперь переиндексации, то есть вот как исходно у нас заиндексировано, наше мнение, вот мы можем считать, это один, два, три и так далее, так вот в этой строке у нас индексы соответствуют начальной нумерации на нашей ленте, поскольку мы за левую границу выйти не можем, и пробел написать, стереть первый символ тоже не можем. Это удобно, это мы на следующей лекции поговорим подробнее, про то, чем это удобно, как там вообще это все используется, в мгновенной написании, а тема нашей сегодняшней лекции, как я уже сказал, абстрактные вычисления, мы поговорим с вами о абстрактных вычислителях, которые эквивалентны Машин Тьюринга, но при этом довольно экзотически. Мы начнем с вами с стековых машин. Возможно, вы помните из прошлого курса, из второго семестра, что есть так называемый автомат с магазинной памяти, или одностековая машина. Это устройство, которое эквивалентно чему по вычислительной мощности? Контекстно-свободным грамматиком. Контекстно-свободным грамматиком, да. Это распознавательный, соответствующий порождателю контекстно-свободным грамматиком. Правда, там есть нюанс небольшой, что он должен быть недетерминированным, чтобы оказаться контекстно-свободным грамматиком. Но, тем не менее, итак, автомат с магазинной памяти, это что такое? Вот это конечный автомат, у которого есть еще стек. Соответственно, вот на переходе из состояния P в состояние Q у нас написано символ на входе, символ в стеке, и мы с нашего стека верхний символ, вот этот A, снимаем, и вместо него кладем строку альфа. Так, символы стеки в стеке обычно нумеруются снизу вверх. Так, это первый, второй. Ну и переходим в новое состояние. Символ этот съедается с афона. Недетерминированная автоматность магазинной памяти и варианты повышительной мощности контекстно-свободным грамматиком. Любой контекст-свободный язык можно задать автоматом с магазинной памяти и, наоборот, языком любого автомата с магазинной памяти можно задать контекстно-свободной грамматикой. Давайте обобщим это понятие на многостековые машины. Скажем, что у нас есть K-стековая машина. Если у нас теперь K-стеков, не один, как вот здесь, а вот тут вот этот один стек, это просто его как бы преобразование, да? A-K-стеков. Тогда функция переходов, она что, как устроено? Вот у нас состояние P. Состояние Q, тут символ, ну или эпсула. И все, что лежит на каждом из стеков. Верхние символы A1, A2 и так далее. А-K. Ну и мы заменяем содержимое каждого из стеков. Ну, выглядит на первый взгляд, что можно построить такую иерархию. Автоматы с нулем стеков распознают регулярные языки, автоматы с одним стеком распознают контекстно-свободные, начинают напоминать отдалённую иерархию Хомского, да? Что дальше, сейчас у нас будет только бороться другого конца, почему-то, ну не важно. Автоматы с двумя стеками распознают ещё больше, с тремя стеками ещё больше. И так, чем больше стеков, тем лучше. Но оказывается, это не так. Теорема автомат с двумя стеками эквивалентен машине тюринга. Ну и следовательно, добавление уже любого другого количества дальнейшего стеков оно не влияет на вычислительную мощь. А, ну, что на тюринга снова вычислительная? Что-либо, что есть. Значит, ну, в соответствии с тюринга-чёрча, машине тюрингу, мы считаем, как бы, что она соответствует реальным вычислением, да? То есть, что мы умеем вычислять, то мы можем вычислить на машине тюринга. Если мы, понятно, что можем как бы гипотетически рассмотреть, что мы что-то можем вычислить, что нельзя вычислить на машине тюринга, но не очень понятно, что это значит. Что значит вычислить, да? Так, хорошо. Значит, двух стеков машины понимают на машине тюринга. И ясно, что наоборот, на обычном компьютере там с любым членом стеков эту машину можно проэмулировать. И поэтому, значит, Начинаем с двух стеков. Тут на самом деле все довольно просто. Давайте вот эту картинку, неспроста, она здесь все еще нарисована. Расшифровываем. Смотрите, давайте сделаем так. Давайте у нас есть два стека. Давайте возьмем и альфу положим. Вот видите, вот так эти стеки изображу. Вот тут сюда положим альфу, причем альфу положим головой вниз. Вот она начинается здесь, внизу и заканчивается вот здесь. А бету положим сюда, на второй стеке. А бета наоборот будет начинаться сверху, бету положим концом вниз. Тогда как нам просимулировать один переход машины Чьюринга? Ну а состояние будем помнить в нашем состоянии, неважно. Или можем, если хотим, его положить и в бету сюда. Это без разницы. Как мы просимулируем один переход тогда машины Чьюринга? Ну мы снимем сверху стека и отсюда снимем. Это как раз очень удобно. Теперь мы знаем, значит, символ на входе. Это вот то, что мы сняли со второго стека. Но на самом деле символы на входе нам будут уже не нужны. Давайте считать, что на вход уже. Про вход сейчас отдельно поговорим. Вот когда мы уже положили, когда мы уже достигли ситуации, надо еще прийти в такую ситуацию. Но когда мы в ней уже пришли, вход вообще не нужен все переходы. Дальше будут эпсиона переходами. Значит, вот символ F, который здесь в бете, это очередной символ. Смотрим на него. Куда переходит машин Чьюринга? Дальше, соответственно, мы заменяем его. И если машина Чьюринга идет влево, то вот символ, который мы сняли с альфы и вот этот новый символ мы кладем в бету. Ну и, соответственно, оказывается, мы смещаемся влево. Если машина Чьюринга идет вправо, соответственно, наоборот, их углы кладем в альфу. А если машина Чьюринга осталась на месте, ну, кладем на место. Теперь надо, как бы, вот это я так описал в целом, что будет происходить. Теперь как мы полностью. Итак, вот пусть, ну, в одну сторону очевидно, если есть двухстековая машина, то ее можно просимулировать на компьютере и по тесту Тьюринга Чьюринга на машине Чьюринга. Как наоборот, на машине Чьюринга просимулировать на двухстековой машине. Первым действием считаем все наше входное слово X и положим его в первый стек. Тут у нас будет маркер дна, и тут у нас будет маркер дна. Вот X теперь тут лежит. Почему мы в первый мы его положим в стек? Потому что на самом деле, ну, и вот теперь мы закончили чтение, и дальше будет тут эпизон-переход. Соответственно, в первый стек, потому что мы сначала до конца видели слово машина-то стековая, она не бегает по ленте туда-сюда, она там по очереди на символы смотрит. Все, теперь, чтобы симулировать бегание по ленте, будем использовать наши стеки. Вторым действием переложим наше слово X во второй стек. Значит, вот тут у нас маркер дна, а тут слово X будет вот так лежать. Теперь мы перешли вот в эту общую конфигурацию, да, потому что начальная конфигурация, она как раз решетка S, X, и вот она соответствует дальше к общему случаю. Ну, вот тут я не рисовал маркеры дна, но они есть, так сказать. Они нужны, чтобы она не опустошит стек, потому что когда опустошив стек, если мы, например, на первой позиции находимся, или на пробел очередной смотрим, в конце, наоборот, находимся, то у нас стековая машина умирает, она не может опустошить. Чтобы не опустошить, мы маркеры дна остались. Заканчивается вот когда... Теперь когда... Ну, теперь дальше мы совершаем X-лопереходы, и симулируя полностью вычтение машины Тюрлинга на наших двух стеках. То есть вход он уже прочитан, с точки зрения стековой машины вход закончен, да. Ну и когда мы... Машина переходит до пускающего состояния, автомат переходит до пускающего состояния. Если машина так и не перешла, она зациклилась, цел автомат зацикливается. Ну, стековая машина может зациклиться даже обычно с одним стеком. Это несущественно, ее свойства мы обсуждали, когда обсуждали кс-громантику, кс-языки, что это из-за описанных переходов стековой машины может зациклиться, но и автомат-то и обычный может по описанным переходам зациклиться. Но это несущественно. А здесь существенно, что машина может зациклиться. Но если она не зациклась, то либо допуск, либо недопуск происходит. Ну, давайте еще раз. Мы можем нарисовать картинки переходов. Ну, если, например, дайте, чтобы не пересутать три раза, значит, вот тут символ С, да, тогда она смотрит, вот тут символ какой-то D. Снимаем С, снимаем D, смотрим, в какой он у вас будет. Перейти, если на левой, ну, допустим, С заменяется на С'. Так, если остаемся на месте, просто кладем сюда обратно С'. Если идем направо, то С' кладем сюда. Если идем налево, то С' и на поверх него D кладем сюда. Ну, собственно говоря, и все. У нас все дитерминировано. На самом деле, тут теперь вопрос дитерминированности тут не совсем хорошая. Не совсем. Значит, тут у нас с одной... Как это помягче ответить? С одной стороны, машина Тьюринг у нас была дитерминированной. С другой стороны, если мы конкретно перешли к стековой машине, то она формально говоря не дитерминированная, потому что у нас вот эти Epsilon-переходы. А другой вопрос, что вот в этих состояниях, где она симулирует вычисление машины, уже только Epsilon-переходы, поэтому если она считала не до конца ввод, то она уже не сможет допустить это тупиковое облако недетерминированных как бы вычислений. Она уже не сможет досчитать ввод, а как известно, недетерминированное вычисление заканчивается если мы в конце ввода в допускающем состоянии оказываемся. Поэтому в некотором смысле если мы поставим маркер конца ввода, то это все можно сделать дитерминированным официально. То есть если мы скажем, что у нас есть маркер конца ввода и по нему мы уже переходим в состояние симуляции машины, то дальше все будет дитерминированно. Пока маркера нет, тут формально вероятно недетерминированно, потому что решить, когда совершить первый ипсалон-переход и перейти сюда мы можем в любой, в том числе не считав полностью ввод, тогда у нас будет неправильное вычисление, но оно не может завершиться успехом, поэтому это несущественно. То есть это вообще отдельная тема, даже есть отдельные, как бы, вот когда рассматриваем мы с вами чуть-чуть затрагивали это к нам калмогоровская сложность, вот калмогоровская сложность, это, напомню, минимальная длина программы, которая выводит заданное слово, да, это удобная для все-таки вычисленности формулировка, но не очень удобная для формального использования, потому что это же только программа и так далее, поэтому чаще чаще калмогоровская сложность формулирует, как типа минимальная строка такая, что некий фиксированный так называемый разархиватор, получив ее на вход, выводит нашу строку, да, то есть это более-менее но тем не менее, так вот, в каком образном есть даже целых два отдельных раздела, когда префиксные и непрефиксные коды вот этих архивов, то есть если есть маркер конца, тогда не обязательно префиксные коды архива, и если нет маркера конца, то есть тут эта ситуация с маркером конца, она на самом деле немножко влияет на разное получается чуть-чуть модели вычисления, когда абстрактно вычислил знает, что вот кончился или не знает, соответственно поскольку ну логично с точки зрения ну вот машинцеринга же знает там у нее пробелы видит, да, а пробел не входит в входной алфавит, поэтому логично, что наш бедный автомат считает, что он тоже знает, что ему передали здесь в конце, что слово закончилось, и он может продолжить после этого члены, тогда он становится детерминирован, но если этого не делать, если так сказать пуристическая модель без маркера конца, то есть просто лента кончилась, переходы нельзя теперь делать столопу символом, эпсон можно, тогда он формально грани детерминирует. Так, хорошо, значит, итак, таким образом двухстековые машины эквивалентные машины середины. Ну и поэтому хоть мы такой большой далеко обещающий, многообещающий заглот стековые машины, но стековые машины далеко нам не позволили пойти, потому что мы одностековые, двухстековые, а дальше все нет. Окей, следующее, что мы посмотрим с вами это счетчиковые машины. Вот такое счетчиковая машина, счетчиковая машина. Это программа, ну это абстрактный вычислитель, точнее, у которого вместо этих стеков счетчики. То есть это абстрактный вычислительность, конечный автомат, и есть хранилище информации в виде ячейки переменной, которым можно хранить тип int. Это счетчик. Соответственно у К счетчиковой машины. К счетчиковой машины, у нее крас счетчик. переход у нее устроен так. вот исправку, значит во-первых по символу на входе, а дальше прохожу зачищенщиков мы можем написать следующее переходе, условия условия перехода можно написать только два варианта. Счетчик равен нулю или счетчик не равен нулю. То есть не разрешаются проверять на равен другим числам. только равен или неравен нулю. Соответственно 0 1, 0 2 и так далее 0 к вот это будешь ски флаги. Ну обычно пишут 0 или плюс типа положительное число. А так счетчик равен только положительное число. Целые. 0 1 2 3 Но зато до бесконечности. В отличие от состояния, которое можно занумеровать, да, вот счетчик он может до бесконечности. Вот. А что можно сделать дальше? Можно эти счетчики поменять. Каждому счетчику мы можем изменить в нем значение на 0 или плюс-минус 1. Д 1 2 и так далее Д К это плюс-минус 1 или 0. Ущерб довольно вычислитель, я согласен. Не очень много он себе позволяет. Тем не менее, сейчас мы докажем с вами следующую цепочку утверждений, что К-стековая машина можно просимулировать ее на К-1 счетчиковой машине. Ну, из этого будет следовать с учетом того, что мы уже знаем, что три счетчика достаточно, чтобы просимулировать все, что угодно. Но еще более интересно, что дальше мы докажем, что К-счетчиков можно просимулировать на двух счетчиков для любого щетчика. И следовательно, на самом деле, замыкая всю эту цепочку, мы получим, что обычный компьютер можно просимулировать на многоленточный машин-тюринге, ее на обычный машин-тюринге, ее на двух стековой машине, ее на трех счетчиковой машине, а ее, в очередной, на двух счетчиковой. И поэтому все, что угодно можно вычислить на абстрактном учитель, у которого всего два счетчика, которые могут хранить int, и его можно только призмином с одином делать и сравнивать с нулем. А стрелочка это что? Ну, стрелочка означает, что мы сведение, направление симуляции. Но в обратную сторону понятно, что это все можно просимулировать на обычном компьютере. Так, ну давайте, значит, нам понадобятся всякие примитивы, значит, смысл какой? Вот пусть у нас есть стек, давайте первым займемся, теорема, K-стековая машина, может быть просимулирована, K-1 счетчиковой машины. Я не пишу равно, потому что в обратную сторону не будем симулировать. Напишу входит, типа как, имея в виду следующий смысл, что множество языков, которые распознаются K-стековой машиной, входит в множество языков, которые распознаются K-1 счетчиковой машины. По поводу детерминизма, тут будет то же самое замечание, что и раньше. Здесь у нас все будет детерминировано по модуле и аффициент-перехода. Эти аффициент-переходы, они обычно будут однозначны все равно, кроме момента, что мы опять начали аффициент. Вначале хотим считать весь бот, а дальше уже его загрузить в память, а дальше симулировать. А сложность? А, нет. Ну, K-1 счетчиковой машины можно написать входит в K-1 стековой, если хотите, потому что понятно, что вместо счетчика можно использовать стек просто суммарным стековым алфавитом. Но на самом деле это все неважно в силу того, что два стека и два счетчика уже пригодны для чего угодно. Так, давайте смотреть, значит, вот у нас есть стековая машина, давайте вот рассмотрим ее стек. Вот у нее лежит какая-то что-то, значит, какая-то символа. Давайте их, значит, пронумеруем сверху-вниз настоящим образом, значит, вот A1, A2 и так далее. Ну, и вот в конце Z0 это будет A там T. Что это? Это стек мы рассмотрели, да? Давайте вот, если у нас такое в стеке, то мы будем это хранить как число A1 плюс A2 B плюс A3 B квадрат и так далее плюс A T B T минус 1 где B больше или равно мощности стекового алкогита. Так, тут не видно, наверное, что я внизу написал. Написал внизу, что в конце лежит Z0, будем считать, что это стекий символ в нашем стеке Z0 равен A синдекс T. Мы выберем любую константу, больше или равная нашего стекового алфавита, и будем, типа, записывать содержимое стека как число в обычной системе исчисления, где младшим разрядом соответствует конец стека. То есть, вершина стека это младший разряд, но стек это старший разряд. можно дождать с нуля по номеру, мне кажется, будет нагляднее. С нуля по номеру, иначе тут будет 1B по 0 и стек в квадрате кубе стек вот так. Тогда каждому стеку мы сопоставим счетчик, который будет хранить вот такое число, и еще один счетчик будет использоваться в качестве вспомогателя. Вот у нас кабл из стеков будет К плюс один счетчик. Значит, давайте такое не очень очевидно, что это можно сделать, что можно таки пут программы делать, да, для этих абстрактных учредителей. У них все-таки нет никакого кода, у них есть как бы диаграмма переходов между состояниями, но давайте пока временно будем считать, что есть какие-то подпрограммы у нас, потом мы поймем, как эти кусочки совместить, сложить в общую картину, да, как их между друг с другом соединять. Ну, давайте рассмотрим такую подпрограмму, снять АДАК. И у нас оперативная память еще будет у счетчика машины, это оперативная память, она будет конечное число содержать данных, поэтому она будет в качестве состояния просто закодировать, то есть, типа, оперативная, то, что мы будем говорить, запомним там, какое-то число или снимем со стекли и запомним, да, мы будем иметь в виду, что состояние, в котором мы находимся, это будет как раз вот соответствовать тому, что мы там запомним. Конечное число памяти у нас есть, это наше состояние. так, ну вот, значит, давайте примитив такой, дели, вот, как, значит, давайте начнем сначала со счетчиком машины, примитив, поделить, счетчик поделить с остатком на, ну вот нам надо будет на B, на B. Так, ну вот давайте, вот у нас есть два счетчика, наш, который мы хотим, и T, который временный. Как поделить с остатком C на B и результат частный будет записан в T, а остаток будет запомнить состояние. Ну, значит, давайте, вот у нас есть состояние, значит, по, все переходы по Epsilon у нас будут, поэтому я здесь и далее не буду писать, что со стека, что со входом мы читаем Epsilon, вход все, вход он не задействован никак в работе, мы его с самого начала считываем, и дальше уже манипулируем только содержимым счетчиком, сейчас с входа ничего не читаем. Значит, ну вот, первый наш счетчик будет C, второй T, давайте разбираться, значит, мы хотим поделиться с остатком на вы, ну, смотрим, если тут больше нуля, в T не важно что, вопросиком я обозначу не важно что, то мы вычитаем из T, из C, а T не трогаем, аналогично, если больше нуля, в T не важно что, то вычитаем из C, T не трогаем и так далее, так мы делаем B минус 1 раз, это у нас будет состояние как бы 0, 1, 2 и так далее, и вот B минус 1 раз мы так сделали, теперь если мы еще раз B-то и сделаем, то это значит, что мы B на B уменьшили на счетчик, тогда час мы увеличим на единицу и перейдем к началу, соответственно, если он все еще положительный, то не важно что там, отнимем 1 и прибавим 1 час. Если на каком-то из этих этапов у нас получилось, что вот этот счетчик наш, C, правильно, оказался 0, то, соответственно, это ответ, значит, тогда вот если 0, там не важно что, то не трогая, мы переходим в состояние, которое соответствует остаток равен нулю, здесь, соответственно, 0 вопросик, 0, 0, остаток равен единице и так далее, здесь, соответственно, остаток равен B минус 1, 0 вопросик, 0 вопросик, 0 вопросик. Так, ну вот такая конструкция, такая конструкция, она позволяет поделить с остатком на B, она задействует 2B состояния и кроме того, она еще делает, что частное отделение записывается в T, а остаток запоминается в состоянии. Заметим, что B, вообще говоря, не важно, и если мы хотим, мы можем таких конструкций делать несколько. Давайте, значит, есть, чему соответствует это с точки зрения хранения наших данных в нашем стеке. С точки зрения хранения наших данных в нашем стеке это соответственно тому, что мы сняли верхний символ со стека, да, вот этот А0, это теперь наше состояние, а то, что хранится в стеке, теперь правильное число новое после снятия А0. Все вот эти мы поделили на B, поэтому все они теперь на B в меньшей степени. Хорошо, теперь мы хотим умножить на b. Значение счетчика c. Так, это у нас что было? Это у нас было деление состава. Я думаю, что на самом деле, кто в тему абстрактных вычислителей, кому она близка, им уже понятно, на самом деле, что будет дальше. В общем-то, никакой интриги особо нет. Дальше умножение. Умножение, оно также выполняется, там даже не нужно никакой остаток. У нас есть c, есть t опять, мы умножим c на b, и результат запишется в t. Соответственно, тут наоборот, значит, мы в c плюс, если в t не важно что, то в c мы вычитаем единицу, а в t прибавляем единицу. Но теперь в t мы должны прибавить не единицу, а на самом деле, а b. Поэтому дальше мы еще b минус один раз, не важно что в c, не важно что в t, не будем трогать c, прибавим единицу в t. А почему в самом начале минус один прибавляем? Можем в конце, если хотите, без разницы. Значит, и последним действием, еще раз это сделаем. Хотите, можем последним вычитать, если вы боитесь что-то счетчик повредится, где-то внезапно вылетим в середине, и там будет частично неправильная информация, то можете в конце вычислить. А? Вопросик нет. Вот. Ну и, а если тут ноль, то все, вычисление закончено. Ноль, неважно что, умножение завершено. Соответственно, прибавление константы, это еще проще. Не нужен даже временный счетчик. Мы просто берем и прибавляем единицу, сколько нам надо раз. Так, и тут у нас, если мы умножаем на b, у нас тут b, да, состояние 0, 1, 2, это минус 1. Тут если мы прибавляем c, и тут у нас 1, c плюс 1 состояние. Так, а c это у нас это. Ну давайте, d прибавляем плюс d. Так, соответственно, мы теперь умеем делить с остатком, умножать и определяем. То есть деление, умножение и прибавление константа, познает нам, соответственно, запушить стек. То есть мы, умножая на t, ой, на b, сдвигаем это все на 1, как бы, но еще надо прибавить оно и новое. Так, но теперь у нас есть еще небольшой нюанс, что, вот мы сказали, что давайте каждому степку сопоставим счетчик, но тогда, когда мы из него что-то извлекли или в него что-то положили, то у нас счетчик, который был сопоставлен, поменялся. Но это не страшно. Какой счетчик соответствует какому стеку, это конечное число вариантов этой информации, то есть это такая перестановка, ну чисто не перестановка, как бы такое отображение. Есть каждый счетчик, про него известно, какому стеку он соответствует, и есть один временный. После того, как мы выполнили операцию умножения или операцию деления, соответственно, это соответствие меняется. Но эта информация, ее конечное число вариантов, поэтому ее можно запомнить в состоянии. Состояний будет много, да, соответственно. Ну и на самом деле теперь вот эти конструкции, как они встраиваются в общую схему работы. Вот мы хотим, вот мы находимся в каком-то состоянии и хотим, значит, сделать следующее. Мы хотим счетчик C, соответствующий стеку, и C и T равно C и T умножить на B плюс A и перейти в новое состояние. Ну вот мы в большом состоянии, в настоящем состоянии, мы помним, какой счетчик какому соответствует, и какое у нас внутреннее состояние нашего автомата. Соответственно, тогда вот этот переход, он как осуществляется, мы вот для каждого возможного сопоставления счетчиков с теком, и для каждого соответственно, возможно, ну вот для него каждое весело умножить сопоставление на hang состоянии, которое соответствует этому сопоставлению и этому состоянию нашего управляющего автомата. И вставляем конструкцию – вот эту, а потом вот эту. И еще приходим новое сопоставление. Поскольку вот это конструкция меняется, поставляю счетчиков. Теперь свободные элиты и поменялись, но основные, местами. такое новое состояние, которое вот этот выход, он ведет в начало вот этой цепочки, а вот этот выход, он на самом деле ведет в то состояние нужное нам, в которое мы хотим попасть после этого, то есть которое помнит новое правильное сопоставление счетчиков с теком и новое состояние управляющего там, но аналогично мы можем написать там соответственно c и t равно c и t делить на b и остаток равен к, вот такой переход, вот остаток равен к, это при условии, что остаток к, перейдем сюда, но на самом деле вот эти переходы, они как раз соответствуют проверке стеков, теперь уже понятно, как просимулировать стеки, надо просто взять, вот у нас там был переход, значит, ну они все были по epsilon, но уже мы, понятно, там в силу того, что у нас переход только по epsilon, если формально, в графтерии мне не говорится, что эта кастековая машина ведется именно так, то есть сначала считывает свой ввод, а потом работает, можно либо это добавить, либо аккуратно обработать еще чтение символов свобода, считать символ надо либо в первой, либо в последнем переходе из тех, которые вы делаете в процессе передеизменения, это несущественно. Соответственно, у вас был переход тут по символам а1, а к и вы клали а1, а к, и вы клали а1, а к, счетчиковая машина, но она, это все превратится в такую цепочку, как и вы что, значит, c1 равно c1 делить на b, остаток равен а1, переходим сюда тогда, дальше, c2 равно c2 делить на b, остаток равен а2 и так далее, вот мы перешли в конец и теперь кладем обратно, значит, c1 равно c1 умножить на b, плюс а1 первое и так далее, плюс а1, длина а1 и так далее, плюс а к. Ну вот такую получим длинную цепочку вместо вот этого отработка перехода, каждый из этих, соответственно, он устроен вот так, либо этими конструкциями, либо, соответственно, вот этими. Ну и у нас, действительно, есть все время, нам понадобился на 1 счетчик больше, чем у нас было с нами. Так, ну что понятно примерно, этот счетчик нам не нужно обнулять, а у нас все время все само обнуляется, посмотрите, у нас, вот эти обе операции, они обнуляют тот счетчик, который мы делаем временным, а мы других у нас нет, у нас все построено на вот этих двух примитивах, и все они обнуляют счетчик. Но обнулить, ну в принципе, если он вдруг, вы хотите добавить какой-то другой примитив, и счетчикам это обнулить, обнулить несложно. Делать пока он положительный, вы читаете и обнулить, обнулить как раз. Так, как там наши телезрители? Оно в делении, да, вообще, получается, не нужно, по сути. В делении, что оно нужно, как не нужно? Нужно. В нем, видите, частное будет. Частное же мнение. Как не используется, оно дальше, это же содержимое, оно используется для перехода, но оно используется дальше для внешнего анализа. В смысле, еще раз, вот у нас нет операции, но у нас есть такая операция, поделить СИТ на Б, и здесь остаток К, перейти сюда. Ну, да, но мы же КВФТ сохраняем, а не ФМФЦ делим, но это часто. Часно. Ну, если вам психологически тяжело, что человек перенумеровались, перекопируйте его обратно в С, это можно сделать. Понятно примерно как. Такой цикл пока. Значит, если плюс вопрос минус один плюс один, ноль вопрос, ой вопрос, ноль ноль. Пожалуйста, можно перенести обратно в С, частное, если хотите. Но более экономическое, что перенумеровать счетчики надо. Там же счет чистить не нужно. А? Там не нужно сначала очистить. Очистить. Смотрите, вот эти операции и умножения, и деления, они очищают тот счетчик, из которого они делят или умножают. Так, хорошо. Значит, таким образом, вот, что мы получили пока временно. Мы получили компьютер. Такой вот, значит, компьютер. Из него мы получили машину тьюринга. Из него мы получили двухстэковую машину. Из нее мы получили трехсчетчиковую машину. Ну, давайте по трех счетчиков. И теперь вот это сделаем. Значит, утверждает следующее, что для любого числа счетчиков, на самом деле, достаточно двух. Теорема. К счетчиковая машина входит в угол счетчиковая машина для любого К. Да. Ох. А у нас снута Теорема для К равной единицы работает? Да, для К равной единицы работает. Почему нет? Пожалуйста. Из этого следует, что контекстованные языки можно распознать на двух счетчиках. Но поскольку сейчас мы выясним, что на двух счетчиках можно что угодно распознать, то это не очень интересный факт. Значит, что вот эта история следует? Что-что? Ну, мы же К плюс один можем распознать на К плюс один стековой. А мы знаем, что К стековой на К плюс один стековой нам равенство. То есть, как бы, да? Зажимается. Да, но мы два-то не получили. Смотрите, вот мы знаем сейчас, мы знаем пока, до вот этой теоремы, мы знаем следующее. То есть, что КС равно один стек входит в два счетчика, входит в два стека равно перечислимой. А один стек не равно два стек? Ну, и поскольку КС не равно перечислимой, то один стек не равен другим стекам, да. Да. Понятно. Но этот факт, он будет из-за более простого следовать. Сейчас мы докажем, что два стека входят в три счетчика, в которые входят два счетчика. И вот это все окажется равен. Мы сейчас знаем все, кроме того, последнего. Итак, ну, смотрите, давайте все К наших счетчиков будем хранить в одном счетчике следующим образом. Если у нас есть счетчики с значениями С1, С2 и так далее СК, то я делаю на следующее. Выберем первые К простых чисел зафиксируемых. Первые К простых чисел это П1, П2 и так далее ПК. Что ты знаешь? М? 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 Какие у вас на метлоике с этим связаны? Ну, как аделим нумерация называется. Как можно кодировать строки. Ну, только эти рекрутивные, эти функции были. Ну, хорошо. Но темно-нумерация называется. Как можно кодировать строки. Ну, так на территории, эти функции были. Ну, хорошо, но… зрителей значит давайте смотреть что нам нужно нам на мы хотим симулировать счетчиковую машину чечечка машина наша умела делать она не умнее очень много ты чем мило но умел на ноль сравнить и прибавить 1 отнять один но эти все операции мы уже умеем делать на счетчику машине что скажем давайте как прибавить один прибавить на счетчик это умножить на появление просто умножить на прийти от 100 а зря кстати уже есть такой примитив отнять один это поделить на поэты даже можно не наплевать на остаток и будем обычно считается что машина снимает один только если что не 0 поэтому там не нужно проверять что можно отнять как проверить на равенство нулю нужно поделить остатком на поэты если остаток 0 то значит счетчик не 0 значит цит равна нулю равносильно тому что а по модулю поэты не равно 0 соответственно вот проверка на 0 это самое сложное значит вот мы берем состояние значит мы делим на поэты значит а или поэты если остаток равен нулю то значит поделили за счетчик не иди не 0 это надо вернуть как было и перейти вот это куда я делал там переход по цит не равна нулю ну точнее там еще цит не равна нулю там еще что-то вот это еще что-то надо вот сделать дальше что там просят это надо сделать операция была треугольничком и обозначим здесь надо знать этот треугольничек там как тысячи увеличить или уменьшить и так далее если же цита равно нулю то этому соответствует а если равно а если делить на поэты остаток не равен нулю когда мы идем сюда тогда значит там оказался не 0 тогда надо вернуть обратно тоже как было а равно а умножить на поэты и еще прибавить обратно остаток и дальше делать какой-то что там было просили здесь в этом переходе соответствует переходу старой машины ну это я так условно нарисован самом деле там понятно что не про один счетчик спрашивает а про все соответственно вот эта часть проверочная она будет по очереди про все счетчик а потом общий там изменение какие надо ну все таким образом мы можем просимулировать к счетчиков на двух и завершаем вот это вот цепочка ну а двух счетчиков можно на обычном компьютере реализовать получаем что язык является язык является разрешимым соответственно перечислимом или функция является вычислимой если ее можно язык можно распознать там или полу распознать или соответственно функцию вычислить на двух счетчиков машина но надо понимать что это с точки теоретической довольно забавный факт да что такое очень убогое вычислительное устройство оно может вычислить все что угодно но в реальности его убогость как бы его возможно модели вычисления компенсируется размером как бы управляющих таблиц для него потому что вы могли заметить сколько раз мы тут экспоненциальный блок аудио количество состояний то есть мы каждый раз каждый из этих переходов двух стековых трех счетчиков и дальше трех счетчиков и двух счетчиков каждое самое примитивное действие оно перекодировалось какие-то огромные количества стояний причем все было продублировано зависит от каких-то соответствий счетчикам да и переход от компьютера к машине тюринга он тоже так себе многоленточный сначала надо сделать там еще помнить а потом переход от многоленточной к одновременно еще помнить где мы там какие-то головки встретили куда мы их уже подвинули нет и прочее поэтому конечно это как бы прикольно и можно можно было бы сделать лапу там попрограммировать двух счетчиковую машину какие-то примитивные сделать но понятно что это скорее носит теоретический характер смысл этого в чем у этого ну вот у машины тюринга на самом деле смысл очень большой мы его в основном раскроем на следующей лекции когда будем говорить о комбинаторных неразрешимых задачах мы именно воспользуемся тем способом, которым мы кодируем машину конфигурацию машин тюринга вот этой вот записи альфа решетка кубета и мы посмотрим как они друг к другу переходят а смысл вот этого рассуждения в том что на самом деле в принципе нет простора для упрощения наоборот, нет предела для упрощения можно упрощать функционал абстрактных ученителей все больше и больше поэтому если вы сталкивались эзотерическими языками программирования там blank, present fact, white space то вы понимаете что там очень ущербные разрешенные какие-то конструкции но тем не менее все равно вам все что угодно запрограммировать ну вот теперь это не должно вызывать у вас особо удивление так, хорошо какие, но абстрактные вычислители не ограничиваются на самом деле такими вот вычислителями типа машины тюринга все-таки стековые или счетчиковые машины и автоматы это все-таки одно семейство вычислителей с ними все как бы понятно, да, то есть они все устроены примерно одинаковые, есть разные вспомогательные устройства ну и вот мы выяснили, что памяти достаточно как бы двух шарщиков но это ничего не, на самом деле, плюс от единицы как бы состояние но на самом деле они все однотипные а можем ли мы придумать какое-то совсем другое абстрактное вычислитель в котором не будет никаких состояний, ничего такого ответ, да, конечно, можно тут простор очень большой и мы сейчас рассмотрим с вами два похожих тоже друг на друга вычислителя которые на первый взгляд далеки от машины тюринга но на самом деле оказываются ей по вычислительной мощности эквиваленты, ну и как следствие обычному компьютеру тоже значит, один из них это, на самом деле, действительно абстрактный вычислитель буквально в смысле слова а другая концепция это грамматики нулевого класса, так называемые то, что такое некоторое обобщение текста свободного грамма так, смотрите, поскольку они делают примерно одно и то же, на самом деле о том, логично их рассмотреть вместе давайте мы начнем с более простой штуки это нормальные алгоритмы Маркова значит, смотрите ну тут историческое, к слову, алгоритм ну, как вы знаете, оно по-английски пишется алгоритм да, вот так вот и как вот это TH отраскриптировать русский язык тут возможны варианты на заре это писали вот так но сейчас такое написание становится только вот для той штуки которую мы сейчас рассмотрим для нормальных алгоритмов классические алгоритмы и структуры, да, в той буквы вот так вот такое нормальное машинам рассмотрим, как вы вычислите называется машина Маркова у него есть нет никаких состояний есть один регистр этот регистр хранит строк регистр хранится строка и у него есть множество нормальных, собственно алгоритмов Маркова это множество таких правил которые похожи чем-то на продукции в контексте свободной грамматики правило выглядит так что правило выглядит так альфа-1 бета-1 альфа-2 бета-2 ну, единственное отличие что альфа-2 это не один символ какой-то не терминал а это произвольно слева строка альфа-2 альфа-2 бета-2 они принадлежат сигма святой ну, на самом деле не совсем сигма то есть точно так же как у машины Тьюринга давайте не сигма напишем точно так же как у машины Тьюринга есть входной алфавит и ленточный алфавит точно так же у машины Маркова есть входной алфавит и регистр алфавит который может быть больше входного, чтобы она в регистре могла хранить больше. Кроме того, есть специальные еще виды команд, это альфа и т в стоп, которые останавливаются с допуском. Можно, если мы хотим остановку с не допуском, то можно рассмотреть альфа и т въезд и альфа и т вро. Типа остановки нет, причем терминал. В смысле, если вы, соответственно, ищите между терминалами и не терминалами кс-грамматик, то можно ищите, что символы входного алфавита это типа терминал, а символы регистра алфавита это не терминал. Работает дальше эта машина так. Она идет сверху вниз по множеству вот этих вот правил своих и пытается найти первое правило такое, что его левая часть входит в строку, который входит в регистре, как под строка. Находится первое минимальное и такое, что альфа и т под строка. И после этого первое вхождение альфа и т в р как под строки заменяется на бета и т. После чего процедура повторяется, то есть мы не дальше идем к и плюс первому и плюс второму, а просто с начала слова начинаем. То есть одна замена осуществляется и из всех потенциально возможных замен осуществляется самая первая. Вот такая штука называется нормальный алгоритм марка. Регистр бесконечный? Да, регистр бесконечный, он произвольный длиной у вас в строках альфа. Исходно в регистр помещается входное слово x и дальше запускается машина. Если она в итоге завершается, то говорят, что она допускает. Если она до бесконечности продолжает вычисление, либо в какой-то момент она не может подобрать ни одного правила, то есть все правила не подходят, то говорят, что она не допускает. Ну, иногда желают не допустить в явном виде, если встретить какая-то подстрока, можно это не влияет на вычислительную мощность, можно добавить правила альфа и т в ест, альфа и т в ног. Ну, давайте фиксируем, что значит машина Маркова эквивалентом вычислительной мощности машины Тюринга. Ну, в одну сторону это более-менее как бы ясное соображение тезиса Тюринга-Чорча, да? Мы можем машину Маркова запрограммировать. В общем-то ничего сложного в этом нет, берем и программируем. Ну, как и во всех таких штуках программирования абстрактных вычислителей, возникает философский вопрос, что у них бесконечный регистр, там бесконечная лента, можем мы это запрограммировать или нет. Ну, обычно на него закрывают глаза со следующей как бы интерпретацией, что если нам нужно что-то бесконечное, то мы можем считать, что у нас есть память, да? И если вдруг нам не хватает памяти, то мы сохраняем, грубо говоря, свой образ виртуальной машины, переезжаем на большую, на машину с большим в том память, а там продолжаем с того же места. В принципе, считается, что проблема нехватки памяти, она не существенна. Поэтому в этом смысле в одну сторону очевидно, давайте просимулируем на машине Маркова машину Тюринга. На первый взгляд, кажется, что это как-то сложно сделать, потому что, ну, как-то не видно вообще связи в машине Тюринга. Там какие-то есть переходы, состояния, а тут нет никаких ни состояния, ни переходов в поиск, замя на строк. Но оказывается, что на самом деле все делается довольно легко. Давайте рассмотрим машину Тюринга. Вот она, что это, как вычисляет машина Тюринга. Вот она начинает свое вычисление в конфигурации следующей. Она находится в состоянии S и смотрит на первую силу нашего слова X. После этого, ну, что она делает? Ну, насчитывая этого, давайте будем рассматривать, как можно говорить, мы можем делать машину Тюринга, которая имеет одностороннюю бесконечную вправо ленту, то есть за левую границу начального слова никогда не заходят, и не пишут пробел на ленту. Так вот, значит, она считывает весьма, но, наверное, она заменяет его на что-то и куда-то там сдвигается вправо или остается на месте. Переходит новое состояние. Давайте традиционно обозначим это символом турникета переход за один шаг. Переходит за один шаг в какое-то новое состояние Q1. Не состояние, а конфигурация, да, состояние, это только часть конфигурации, вот эта часть половина чем. Это всю конфигурация по значиму Q1. Потом она переходит в Q2, потом она переходит в Q3 и так далее. И в конце она переходит в какое-то Q3. И это Q3, если, ну, возможно, вообще до бесконечности продолжается вычисление, либо она переходит в Q3, и если решетка, если принадлежит Q3, то допуск, да. Вот давайте мы заставим нашу машину Маркова вот в этом регистре как раз по очереди после каждого шага хранить Q0, потом Q1, потом Q2 и так далее Q3. Ну, для этого нужно для начала, для начала, чтобы она туда поместила решетку S, потому что в начале там только X лежит, чтобы Y. Для этого мы сделаем последнее правило, вот самое последнее правило, Epsilon в решетке S. Это правило выполнится ровно один раз в самом начале, и самое левое вхождение пустой строки, то есть самое начало строки, заменится на решетку S. Больше до этого правила она никогда не дойдет дальше, она всегда сможет применить одно из остальных правил, поэтому до него никогда. Так, ну а теперь дальше, вот рассмотрим, предположим, что у нас наша машина тюринга из состояния какого-то P по символу C переходит в состояние Q, пишет на эту символ D и сдвигается вправо. Тогда, если это так, добавим в нашу машину Маркова, она только выше, чем вот это еще раз, это последнее правило. Следующее правило, значит, решетка PC в D решетку. Тогда, если у нас вот в какой-то из этих конфигураций, машина находится в состоянии P и смотрит на символ C, то вот это правило сработает. Вот здесь она находится. И если он сдвинется на D, состояние машины заменяется на Q и она сдвинется вправо. Аналогично, если она остается на месте, тут тоже все понятно. Тогда решетка PC мы заменим на решетку Q. Ну и наконец, самое интересное, ну не самое интересное, чуть-чуть по-другому, если она сдвигается влево. Потому что, ну вот давайте попробуем сделать, мы хотим решетка PC заменить на вот решетка Q, дальше D, но вот здесь она сдвинется влево, а тут появился символ еще, который был перед этим. Поэтому, на самом деле, тут нужно будет не одно правило написать, а для каждого символа нашего алфавита регистровано. Ну, ленточного, это машин джинга, точнее, нужно написать такое правило. Для всех А. Так же мы напишем правило решетка ЕС в допуск, решетка нового в недопуск. Ну и если, и нам дальше надо позаботиться вот об этом, если для каких-то состояний, каких-то символов, ну если у нас нет никакого допустимого перехода, то нужно зациклить как-то нашу машину Маркова, чтобы она не начала нам поразить, не поразила нам вторую головку и не начала какую-нибудь фигню дальше творить. Поэтому добавим между этим, перед этим правилом для всех состояний еще правило решетка Q, решетка Q, чтобы зациклить нашу машину, если она не может... То есть вот здесь блок правил вычисления машины джинга, здесь зациклить, если вычисление невозможно, и здесь запуск. У нас же если детерминировано все это там... Ну если детерминировано, вроде как все должно быть, да. То есть нам только одно правило будет накажем, что будет проходить. Так. Для машины джинга детерминировано. Каждый раз будет подходить ровно одно правило и легко по индукции показать, что после K шагов машина Маркова, ну если не считать вот этого первого, будет как раз ровно в регистре находиться Q-K. И поэтому она допустит тогда и только тогда, когда машина терминирована. Концепция машины Маркова на самом деле и вот этих вот вычислений, вот этих вот преобразований, она будет очень активно использована нами на следующей лекции, когда мы будем говорить о комбинаторике слов и неразрешимых задачах комбинаторики слов. Поэтому, если вдруг кому-то непонятно, почему вот эти правила вот так вот соответствуют, то сейчас вот самое время задать этот вопрос, чтобы на следующей лекции, она довольно плотная по материалу, нам на это время не тратить. Понятно? То есть у нас решетка P соответствует состоянию, да? Да, да, решетка, она соответствует положению уголовки, во-первых, ее место в строке, а ее индекс соответствует расстояние. То есть формально это строки над алфавитом P объединений с Q, где Q это множество состояний, но у нас всегда из множества Q встречается ровно один символ. Тот, который за одно его место говорит, где находится головка. Ну, то есть мы глядем с трогой, которая соответствует описанию машины тюринга. Описанию машины тюринга, да. И вот эти правила преобразования как раз симулируют один переход нашей машины. Важно понять, почему они. Так, сейчас, если вам понятно машину Марко, сейчас мы немного более странную вещь сделаем. Она будет то же самое, но немножко. Вопрос. Да, вопрос можно. А вот когда мы вот состояние туда поставили, вот самое первое, что у нас, какой наш шаг вообще может выполниться после этого? Все. Как машина Марко работает, она вот прогагает. А, в конце он оставил. Он пишет в конце специально, чтобы один раз выполниться. А что у нас в начале здесь? Ну, в начале вот у нас вот такое вот. Вот такое вот множество правил. Нет. Начало правила соответствующего вычисления машины. Чтобы в начале находится в регистре, в начале находится в регистре. Слово X. Вход. Раз вот это правило нужно, чтобы запустить симуляцию, чтобы там перед этим входом вписать, вставить символ каретки. Ловкие. Вот у вас, ну, смотрите, вот так вычисляется. Вот у вас, допустим, возьмем нашу машину, которая вот палиндромы проверяла. Помните? С прошлого раза. Вот в начале у нас 0, 0, 1, 1, 0, 0. После первого шага, вот оно превратится в решетка S. 0, 0, 1, 1, 0, 0. И дальше запустится уже вычисление машины стерлинга. Оно превратится дальше в X. Решетка, не помню, как мы это называли. Поиск 0, 0, 1, 1, 0, 0. После этого следующее правило примерится. Будет там X, 0, решетка. Значит, 0, 1, 1, 0, 0, 0. У нас всегда в строке одна решетка, она как бы в головку вымечает. Да. Вложение. Да. Я вроде это сказал, что раз 10. Ну, быстро. Я думал, что как-то в решетке самой закодируется. В решетке закодируется состояние. А позиция ее кодирует позиция. Не кодирует, а отмечает. Ну и так далее. Вот она пойдет бегать по полиндрому нашему. И в конце, если ее все устроит, то она перейдет в допуск. И машина Маркова наша тоже допустит. Так, теперь, как я уже сказал, аналогичная конструкция, но все немножко через зад не будет. Это называется грамматики нулевого класса. Смотрите, значит, контекстно свободные грамматики, это также известные как грамматики второго класса, они устроены следующим образом. У вас правила имеют такой бит из аф альфа, да, не терминал превращается в какую-то строку из терминалов и не терминалов. Давайте вот с левой части тоже разрешим быть строкой. Скажем, что у нас разрешаются правила, это альфа, бета. Тут есть некоторые терминологические различия. Иногда говорят, что альфа обязательно только из не терминалов. Типа терминал уже не должен ни во что превращаться. Это и терминал. Некоторые авторы разрешают альфа состоять из терминалов и не терминалов. По большому счету это абсолютно никакой разницы в этом нет. Поэтому давайте, чтобы не заморажившимся с дополнительными там этими личными не терминалами. Разрешим и альфа, и бета состоять из терминалов и не терминалов. Но давайте подпишем, чтобы альфа взяла хотя бы один не терминал. Чтобы если уже строка из всех терминалов, правила нельзя было больше применять. Альфа содержит сигма объединить n звездочка, альфа содержит n. То есть потребуем не чтобы она целиком состояла из не терминалов. Это не существенно, можно потребовать, но просто обычно ничего нового не добавить. А потребуем, чтобы альфа хотя бы один не терминал содержал. Тогда вывод такой, вот грамматикой, в которой разрешены вот такие правила, называется грамматикой нулевого класса. Если вам интересна штука первого класса, еще между вторым и нулевым, да? То первого класса это грамматика, которая еще дополнительно знала, что альфа меньше либо равна бета. То есть не укорачивающая грамматика. Но не будем сейчас в них погружать. Так, значит, соответственно, будем говорить, что строка кси за один шаг из нее выводится строка это. Если кси равно кси один альфа кси два, это равно это один бета, это два. И кси один равно это один, кси два равно это два. А из альфа к бету есть правило. То есть можно, короче, взять любую подстроку и заменить ее на бета, да? Соответственно, если у нас есть грамматика гамма нулевого класса, то мы можем определить язык этой грамматики L от гамма равно множеству слов W, таких, что из S выводится за 0 или более шагов W. Ну, как обычно, только вывод сложнее устроен. Определение такое же, как в контекстно-свободных грамматиках, но вывод устроен сложнее в контекстно-свободных. Только мы можем не терминал заменять на строчку, и это как раз и есть смысл контекстной свободы, да? Что мы в любом месте, независимо от того, что-то вокруг этого стоит, можем A заменять на альфа. А здесь у нас уже нет такой свободы. Ну, свободы, с одной стороны, ее больше вроде как себе мы дали произвола, любую строку, но с другой стороны, теперь уже не совсем независимые стали различные наши куски слова, потому что они могут как-то друг с другом интерферировать. Контекстно-зависимыми? Контекстно-зависимыми обычно называют грамматики, когда все правила имеют вид X, A, Y в X, A, Y. То есть вот альф всегда имеет вот такой вид, а бета всегда вот такой. То есть один терминал в контексте слева и X правой. Можно доказать, что любую грамматику можно превратить в эквивалентную контекстно-зависимую с преобразованием правил. Но давайте не будем этим заниматься, мне очень интересно. И где лунетры? Слово, какие слоны или лютые? Так, свободную, может, и так уже находится в формате контекстно-зависимой, только X, Y, A равная, да? Любую. Нулевого класса можно. Так, значит, смотрите, интересный факт заключается в том, что, оказывается, с помощью грамматического класса можно пройдить любой перечислимый язык. Л равно L от гамма для грамматики гамма нулевого класса. Тогда и только тогда, когда L перечислим. Так, ну тут, кстати, уже и не в ту, ни в другую сторону не очевидно. Давайте разбираться. Давайте сначала влево докажем, это немножко проще. Значит, пусть L перечислимый. А, нет, наоборот. Вправо докажем, вправо проще, влево как раз основная идея. Пусть L порождается грамматикой гамма. Почему он перечислимый? Ну, давайте, как бы, напишем полуразрешитель. Как будет действовать наш полуразрешитель? Запустим такой обход в ширину. Будем построить все слова, которые можно породить за один шаг из S. Потом из каждого из них построимся слова, которые можно породить за один шаг. И так далее. Мы будем расширять наше множество, с помощью очереди, там, или любой другой структуры данных. Порождая все возможные слова, по мере возрастания количества действий, количество порождений за один шаг, также нельзя, чтобы их породить. Если наше слово X, которое мы хотим узнать, встречается, встретится, мы выводим его и говорим, ну, не выводим его, мы говорим допуск. Если наше слово X так и не встретилось, то мы, понятное дело, скорее всего, зависимы. Возможно, конечно, что порождается конечное число слов, и мы закончим. Очередь опустеет нашего BFS. Но, может быть, и не закончим никогда. Ну, порождать все больше, больше, больше слов, но никогда не закончим. Ну и ладно. Перечислимость нам разрешает зависимость, когда слово не принадлежит языку. Пол разрешитель мы построим. Можно и перечислитель. Можно вместо того, чтобы искать наше слово X, просто, как только получаем слово только из терминала, пол выводить. Так, лучше перечислитель. BFS. Пол выводится на один шаг. Если X принадлежит L, рано или поздно найдем. X не принадлежит L зависит. Так, теперь давайте в эту обратную сторону. Пусть L перечислим, и тогда по тезису Тюринга-Чорча L полуразрешается некоторой машиной Тюринга. Давайте эту машину преобразуем в грамматику нулевого класса. Это будет похоже на вот эту Маркову машину, но, к сожалению, в отличие от машины Маркова, тут немножко придется поизвращаться. Почему? Машина Маркова, она также, она устройство того же, как бы, это сказать, того же сорта, что наша машина Тюринга. Она тоже действует по шагам. У нее на входе слово, на выходе допуск, не допуск. Грамматика, она, к сожалению, действует наоборот. У нее в начале стартовое какое-то состояние, а в конце слово нужно породить. Поэтому все эти действия нашего машин Тюринга, который вначале получил слово, а мы его должны в конце получим, нам придется развернуть. Значит, поэтому мы будем делать так, значит, я давайте без особой мотивации, у нас не так много времени осталось, без особой мотивации расскажу, в каком порядке что надо делать. Там более-менее понятно, что так и будет работать. Почему нельзя чуть по-другому сделать? Ну, можно, наверное, просто как-то расскажу. Значит, итак, сначала мы сделаем следующее. Из S, вот стартового символа нашей грамматики, мы породим следующее. Мы породим начало слова, давайте, это обозначим маркером B. Потом мы породим, ну, какой-то временный интернал U, и потом конец слова. И мы обозначим маркером E. E, N. U. U будет отвечать за следующее. U будет отвечать, а мы не дали не так. Так, еще мы породим в конце машина тюринга, это наше допустило, поэтому мы породим решетку S, еще один U, и B, и E. Значит, маркер U, ой, маркер, не терминал U, он породит нам сейчас, вот решетка S, это тоже не терминал. У нас будут не терминалы разные вспомогательные, наши служебные, вот этот стартовый, begin, end, universal, а также еще будут не терминалы, а состояние нашей машины тюринга. Теперь, значит, U, это будет универсальный терминал, он будет порождать любую строку из терминала. Это будет соответствовать тому, что мы можем, мы не знаем, чем закончится обычная наша машина тюринга. Поэтому мы хотим проверить любую строку, главное, чтобы в ней было конечное, да, наше состояние. Теперь, для всех действий машины тюринга, вот у нас тут есть действия нашей машины тюринга, это вот переходы ее. Мы, как и в случае с машиной Марковой, я специально не стирал, добавим такие правила. Только эти правила мы развернем в обратную сторону. Мы не так напишем, а вот так. Я, с вашего позволения, не буду переписывать, а просто навершу стрелочку в другую сторону. Но с точки зрения грамматики, это вот левая часть, это правая часть. То есть, мы машину тюринга симулируем в обратную сторону, как она есть. Так, ну и нужно завершить. Какой конец мы хотим получить? А? В конце мы хотим получить, ну вот эти вот правила, соответственно, они вот тоже есть. Но в отличие от машины Маркова, где правила упорядочены и был такой жесткий детерминизм, и мы могли, поэтому, ну, четкость некоторой добиться. Тут некоторый хаос, поэтому мы вот эти правила их просто здесь в любом порядке расположим. Очень важно, это же грамматика, у нее правила не упорядочены, но уже супер. Так, ну и теперь третий шаг, надо в конце, если у нас получилось все хорошо, получилось слово из терминала, чтобы его зафиксировать. Как у нас выглядит хороший конец, которого мы ждем? Хороший конец выглядит так, что у нас маркер начала, потом стартовое состояние, потом какое-то слово и маркер конца. Ну вот давайте маркер начала, значит, он, увидев стартовое состояние, после себя, может стриггериться следующим образом. В решетка С, допустим, какой-то Z. Z это фиксирующий, как бы, такой маркер. После этого, если когда вот это произошло, дальше уже вычисления в дальнейшем машин тюнинга невозможно, поскольку все правила, связанные с ее вычислением, они содержат головку. И осталось только, значит, избавиться от нетерминала. В Z у нас есть нетерминал и E. Соответственно, для любого символа С из сигма, Z согласен на этот символ. А вот для символов ленточного алфавита, но не вот здесь вот это, вот это вы говорите, для любого С из Пи. А вот здесь только и сигма. Если там все еще остальский символ ленточного алфавита, они входные, то они нас не устраивают. Мы не хотим, чтобы это успешно завершилось. Это сигма и Пи из машин тюнинга. Из машин тюнинга, да. В машин тюнинга есть ленточный алфавит. Всякие там, помните, иксы, пробелы и прочие мусоры. А есть входной алфавит. Это то, из чего слова слышатся. Вот этот зиппер, он согласен только на С. То есть сигма вот этой, это Пи и сигма объединение, да? Нет, сигма по одной ступе. Так, значит, соответственно, ну и теперь последнее, когда он, если все было хорошо, и он сумел таким образом дойти до конца, то за ним осталось слово только из терминала, и он пожирает символ маркер конца, они взамен уничтожаются, и осталось слово только из терминала, в котором породили. Отверждается, что наша вот эта грамантика, о которой мы построили нулевого класса, она выводит те и только те слова, которые допускаются в машине тюнинга. Но это доказать, там чисто техническая характерность. Пи и слово допускается в машине тюнинга. Тогда рассмотрим вычисление машин тюнинга, развернем его, породим сначала вот этими правилами конечную конфигурацию, и потом в обратном порядке проделаем, и потом наше слово получим. Наоборот, если слово получается, то заметим, что вот эти правила не могут быть смешаны с вот этими правилами, потому что вот эти правила, они требуют, чтобы была головка, а вот это, чтобы Z появился, головка съедается. А здесь головка всегда стоит со дна. Вот эти правила, вообще говоря, могут быть см, то есть мы можем запустить уже вычисление как бы с конца, но при этом U еще есть в нашей, как бы, в нашей, чтобы этого избежать, иногда мы можем, ну, это, во-первых, не очень страшно, мы коррекции, мы запустим часть вычисления, потом U дегенерировать, что надо. Все, пока есть U, мы не можем, ну, сам от U придется избавиться в к этому моменту, U не влияет. Но с другой стороны, можно от этого избавиться, сделав вот здесь U right, а здесь U left, когда U вот здесь U right остается справа, а U left остается слева, и тогда запустить вычинение нельзя будет, пока оба U не выкинем, потому что головка хочет видеть рядом с собой символ, а не U, а пока U не выкинет, головка рядом с собой символ не видит. У нас такое, да, начали вот из S правила, то что у нас, когда мы, ну, в Е снова заходим, то у нас налить еще что-то остается, да? Ну да. В принципе, можно, это, если вам так, это нравится, можно сделать такую машинтернер, которая убирает за собой, да? То есть, она сначала очищает ленту, потом переходит допускать с лентой. В принципе, она когда собралась перейти, может очистить ленту, перейти, тогда грамматика может чуть-чуть упроститься, но это без разницы. Вот. Таким образом, интересный момент заключается в том, что вот контекстная свободность на грамматике, она была важна. Если контекстной свободности нет, то значительно расширяется спектр языков, которые порождаются грамматиками. Ну и в частности, кстати, поскольку грамматики формальные, они оказались таким мощным вычислителем, то ясно, и что анализировать их практически невозможно. Например, вопрос, да, ну вот, универсальный язык для грамматик, пара гамма-х, что гамма-в, гамма-с выводит за 0 или более шагов х, этот язык оказывается неразрешим для формальной грамматики нулевого класса, хотя это как бы универсальный язык, да, получается, аналог его для грамматики. Он неразрешим, хотя перечислим, а для контекста, конечно же, он разрешим, да, берем, только янгер и сами применяем. Ну и там, почти любой другой язык, связанный с грамматиками, ну понятно, вы можете, грубо говоря, во все, взять все наши хорошо знакомые нам неразрешимые языки, и вместо программ в них подставить грамматики и получить то же самое. то есть, никакое, например, вообще эти ремурайса, никакое нетривиальное свойство языков грамматик нулевого класса неразрешимо. Мы не можем по грамматике сказать, порождает ли она бесконечное число слов, или порождает ли она конкретное слово, или порождает ли она там, слова только четной длины, и так далее. Ну и это еще не все, то есть, есть вычислители совершенно другого типа. Давайте уже без такой детализации, ну вы могли заметить, что мы потихоньку снижаем детализацию по мере рассмотрения новых и новых вычислителей, по мере, значит, без такой детализации рассмотрим еще один абстрактный учитель, который на самом деле достаточно популярен, популярность ему придал автор сайта Вольфрам Альфа, вам хорошо знакомы, я думаю, Стивен Вольфрам. Это клеточные автоматы. Ну, а собственно говоря, Вольфрам был не первым, кто изучал клеточные автоматы. Клеточные автоматы один из самых известных вообще, плеточных автоматов, это игра жизнь коновая, да, которая из примитивнейших, каких-то простейших правил порождает совершенно необычные конструкции. Про игру жизнь, у нас есть бонусное задание два дамашек, которые ближайшие в середине дамашек. Мы его в прошлом году мы делали, в прошлом году нечем было заняться, был ковид, был дистант, все сидели, был июль, такой был конец мая, был такой пол-локдаун какой-то непонятный, вроде можно выходить, вроде нельзя, поэтому нечем волноваться, поэтому мы вечером какой-то выходной, по-моему, вечером после практики сделали такой добровольный семинар по игре жизнь, просто смотрели разные интересные конфигурации и прочее с нынешним третьим курсом, тогда он был вторым. Сейчас не до того, методы оптимизации и все дела, поэтому это задание оно будет optional, то есть не нужно будет его никак задавать, там будет задание, изучите и посмотрите, кто захочет, тот изучит. Так вот, давайте мы поговорим об одномерных, игра жизни это двумерный глядочный автомат, очень простыми, правда, правилами. Давайте поговорим об одномерных клеточных автоматах. Одномерный клеточный автомат это следующее, вот у нас есть лента двусторонняя бесконечная, у которой есть ячейки, каждая ячейка есть множество состояний куб, каждая ячейка находится в одном из состояний множества куб. ну, иногда это цвета, например, каждая ячейка раскрашена в один из куб цветов. Есть функция перехода в дельта, она обычно куб, 2d плюс 1, в куб устроена вот так, и смысл этого следующий, если мы рассмотрим какую-то ячейку, рассмотрим ячейки, которые находятся от нее на расстоянии не больше д, в левую и вправую, но ее саму. Всего таких ячейок как раз 2d плюс 1. Автомат синхронизован, и работа его осуществляется таким образом. За один шаг, каждая ячейка смотрит на 2d плюс 1 ячейку, на себя, и d с левой, и d справа. И функция перехода говорит ей, какое новое состояние перейти. После этого она переходит в это новое состояние. Так продолжается по тактам. Каждый такт, все ячейки, одновременно переходит в новое состояние. Раз, переходит в новое состояние. Раз, переходит в новое состояние. Так работает вычисление клеточного автомата. Соответственно, какое начало этого сия, а не какой конец. Ну, то дальше смотреть, что хочется изучать. Если именно с точки зрения распознавания каких-то языков, то обычно считается, что вот есть некоторый входной алфавит сигма под множество q, и исходно некоторое под множество ленты последует на идущие ячейки, и инициализируется, чтобы соответствовать входному слову x, как бы, своими состояниями. После этого запускается вычисление. Ну, а остальные каким-то нулевым состоянием, бланк, старт, неважно. И после этого запускается вычисление. Если в какой-то момент какая-то ячейка переходит в допускающее состояние, типа, я знаю, это хорошее слово, то автомат допускает. Если нет, вычисление продолжается бесконечно, либо можно рассмотреть остановки с недопуском, как у машинного тюрьма. Автомат клеточный, он аналоги, на машине Маркова, или формально в грамматике нулевого класса эквивалентин по вычислению машинной мощности машин тюринга. Тут есть нюанс в обратную сторону, клеточный автомат бесконечный, и каждая клетка как бы независимо себя ведет. Почему же это можно вообще на обычном компьютере просимулировать? Но это довольно очевидно, потому что там вот эти хвосты бесконечные, они все одинаково все время себя ведут, и со скоростью D, только вот это слово уходное расширяется. Поэтому в этом смысле это просимулировать автомат, тем не менее, можно, хоть и на бесконечные. Но вычисление машин тюринга симуляции, она примерно так же установлена тем, что дело техники породить вначале вот здесь решетку S, а дальше поехали. Все как всегда, окрестность небольшая интересует машин тюринга. Что удобно, вычисление машин тюринга локально, да, зависит от небольшой объект. но калеточные автоматы интересно рассматривать и не только с точки зрения таких вычислений и симуляций как-то машин тюринга, но и просто сам по себе, если, например, мощность Q равна 2, то есть, каждая ячейка может быть в одну из двух станет, там, белая или черная, и исходно у нас одна ячейка черная, все остальные белые, вот как нам в верхней картинке, и D равно 1, 1, то всего существует 2, 2, 3, 256, возможно, клеточных автоматов. Кажется, что среди, если рассмотреть диаграмму жизни автомата, то есть, начать со старта вот этой клетки, и дальше вниз идти, как раз рисуя новую конфигурацию, то на первый взгляд кажется, что вот эти 256, там будет в основном ничего интересного, будут какие-то симметричные узоры, ковер серпенского, какие-нибудь полоски вертикальные, чередующие, это почти правда, из этих 256, большинство действительно устроено тупо, либо это черное исчезает, либо все закрашивается черным, либо какие-то вертикальные полоски, диагональные полоски, ковер серпенского, который я вам обещал, и так далее. Да, такие конфигурации есть, но, удивительнейшим образом, есть несколько конфигураций, в одном из домашних знаний вам будет предложено это самостоятельно изучить, есть несколько конфигураций, которые приводят к очень странным, хаотическим паттернам, причем некоторые приводят к вообще очень странным, так сказать, паттерн, он выглядит регулярно, потом в какой-то момент внезапно в нем появляется хаотическое составляющее, в одном каком-то месте, и дальше снова выглядит регулярно, потом раз, снова хаотический, и кусочек нарушается регулярность, то есть вот там есть, вот даже вот такого примитивнейшего устройства есть такие сложные паттерны.